Спасибо. И, как бы, надеюсь, что вам очень понравится мой сегодняшний вебинар. Моя тема называется «Эффективная работа в социальной сети Одноклассники». Девчонки, есть ли новички в комнате вебинарной? Кто, как бы, да, впервые зашел и первый раз находится в вебинарной комнате? Дайте, пожалуйста, обратную связь. Новички. Дайте, пожалуйста, обратную связь. Если таковые, конечно, есть. Салаханов Мухтар. Мухтар, добро пожаловать. Ага, верховестный новичок, добро пожаловать. Есть, ага. Замечательно. Замечательно. Я вас всех приветствую, новички. Надеюсь, сегодняшняя информация для вас будет по максимуму интересна и познавательна. Итак, мы начинаем. Угу. Мубарик, отлично. Итак. Работаю я в основном из разных социальных сетей. И, как бы, да, вот, в основном я работаю, именно рекрутирую, активно рекрутирую в социальной сети одноклассники. Потому что, как бы, на сегодняшний день одноклассники, это считается, как бы, ну, у него очень хороший рейтинг, да, вот, если считать по сравнению с другими социальными сетями. И даже вот для работы, если взять, да, вот, там очень легко работать, да, ну, на сегодняшний день, как бы, да, я скажу, мне интересна именно эта социальная сеть. А так, конечно, можно работать в любых социальных сетях, где, как бы, в вашей душе угодно, скажем так, да. Так, одноклассники сегодня — это 40 миллионов уникальных посетителей в день. И среди них это, получается, у нас 58% в возрасте от 20 до 40 лет. И рост аудитории с каждым годом, как вы видите на слайде, он постоянно растет, да, то есть, как бы, даже по сравнению с другими социальными сетями, если сравнивать, скажем так, ВКонтакте, Фейсбук и все остальные социальные сети, да, в одноклассниках можно добавлять по максимуму друзей. По-моему, самое большое количество, если не ошибаюсь, если верить последним данным, да, вот именно, вот именно события, вот именно в этой сфере, то вот одноклассники, она лидирует, да, в количестве друзей. То есть, там можно добавить максимум 5000 друзей. Это очень хорошая цифра, как бы, да, если сравнивать с другими социальными сетями. И это считается, что ни в одной другой социальной сети невозможно добавить такое большое количество людей. И это, естественно, конечно, нам, вот, если с точки зрения бизнеса рассматривать эту социальную сеть, да, нам это очень даже выгодно. Итак, для новичков, наверное, кто совсем, как бы, да, не очень хорошо... Меня хорошо слышно? Нормально? Не обрывается? Дайте, пожалуйста, обратную связь. Нормально меня слышно? Отлично, замечательно. Тогда мы продолжим. Для тех, кто не в курсе, да, вот именно, как регистрироваться и все такое, как бы, да, что-то в этом роде, я вот пошагово сейчас буду объяснять, что к чему и как это работает. Итак, для начала вам нужно зарегистрироваться, да, то есть вы нажимаете в официальной строке в поисковике, да, вот именно «Одноклассники», «Регистрация», и вот нажимаете, вот именно где регистрация бесплатная, эту кнопочку нажимаете и заполняете регистрационную форму, да, то есть получается... Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Вот как на слайде указано, да, вот, то есть вы вбиваете свои данные, имя, фамилия, не обязательно отчество, да, до рождения, получается, ваш пол, страна проживания, город, электронная почта, логин, пароль и повторение пароля. Далее вы нажимаете кнопочку «Продолжить», следовательно, потом, когда вы заходите на страничку, вам приходит смс-сообщение о том, что «Добро пожаловать на «Одноклассники», вы можете добавить всех своих друзей, кого вы знаете на «Одноклассниках», и для того, чтобы активировать вашу страничку, да, на «Одноклассниках», вам придет такое оповещение, то есть нужно привязать вашу страничку к, скажем так, номеру телефона, да, и для того, чтобы ее активировать. Если вы этого не делаете, ваша страничка не активируется, и вы не сможете продолжать работу на «Одноклассниках». Для того, чтобы привязать, ну, понятно, да, что, как бы, код приходит на номер телефона, и вы активируете и вводите эти цифры в поле для того, чтобы активировать эту страничку. Вот. Также для тех, у кого, допустим, номера, нет свободных лишних номеров, да, вот, допустим, для того, чтобы, если у вас несколько страничек, вы можете найти, допустим, ну, номера, да, вот другие, как бы, помимо своего, на специальном сайте. Это смс, так, смс.рэк.ком. Это такой сайт, да, вот, на котором вы можете купить себе бесплатный, нет, бесплатный номер телефона, да, он стоит рублей 6-12, ну, баталон, как бы, да, 12 рублей, по-моему, если не ошибаюсь, и вот пользоваться, активировать свою страничку далее и работать спокойно, как бы. Ну, с регистрацией вы, в принципе, все поймете, да, о чем я говорю вам. Ну, вот. Как вести страницы в социальных сетях? Так, первоначально это самое главное, я бы даже сказала, это аватар. Какой у вас аватар, да? То есть он должен быть стильный в деловом формате, да, вот, деловой внешний вид, то есть деловой внешний вид, да, вот фотография, где вы, не скажу, что прям фиджак, галстук и все такое, да, но, тем не менее, фотография должна быть достаточно хорошего качества, не принимаются фотографии плохого качества, такие вот, как, допустим, вы что-то сфотографировали, да, вот фотография плохого качества или где вы там, допустим, сидите в каком-то застолье, ну, в общем, фотография не рабочего характера, да, то есть это никак не принимается. Приветствуется фотография, где вы в стильной, хорошей, как бы, одежде, в деловом внешнем виде, да, то есть все именно, чтобы вас характеризовало как надежного, скажем так, доверенного человека, которому хочется в команду, да, скажем так, то есть ваш личный бренд должен начинаться именно с аватарки, это самое важное. Второе – это информация о себе, да, то есть в любой социальной сети есть такая графа, где указывается именно такой вот раздел о себе, да, тут вы можете, а тут вы можете, как бы, расписать о себе информацию, то есть вот я сейчас буду вам рассказывать для того, чтобы вас не блокировали, да, что вам нужно конкретно делать. Естественно, у каждой социальной сети есть свои модераторы, которые следят, отслеживают вашу работу, да, скажем так, и для них очень важно, чтобы люди в социальных сетях, ну, как бы, скажем так, бесполезно проводили время, да, в основном, скажем так, или просто же общались. А для нас, естественно, конечно, выгодно совмещать приятное с полезным, скажем так, да, то есть вы общаетесь и при этом зарабатываете деньги, да, вам это проносит, в принципе, удовольствие. Вот, и поэтому, естественно, им не выгодно, чтобы вы развивали там свою рекламу или там, допустим, бизнес свой какой-то прокачивали. Естественно, конечно, модераторам это не выгодно, поэтому об этом как бы немножечко попозже, но дальше, в общем, как бы я буду двигаться по слайду. То есть о себе, да, информация, то есть вы можете рассказать, в какой школе вы учились, да, чтобы уровень доверия к вам возник у гостей вашей страницы, скажем так, да, то есть к вам люди будут постоянно заходить в гости, страничка ни в коем случае не должна быть закрытая, то есть профиль должен быть открытый. Новички, имейте в виду, профиль ни в коем случае не закрывайте, иначе к вам не смогут заходить потенциальные клиенты, партнеры и тому подобное. Страничка обязательно должна быть открытая. Вот, и следующее, что у нас. Информация о себе, то есть где вы учитесь, да, скажем так, секундочку, то есть где вы учитесь, да, где вы что, какой университет вы закончили, если бы вы его закончили, какой колледж может быть, скажем так, да, где вы работали, может быть, до этого и так далее. То есть фотографии в альбомах, да, вот вы можете размещать именно, именно, скажем так, ваших родственников, да, то есть такие хорошего качества фотографии, где вот именно рассказывается, как сказать, где вот видно, да, что вы там, допустим, чик семейный, у вас есть дети, да, то есть можете сделать хорошие фотографии, хорошего качества, чтобы вы были интересны прежде всего как человек, не как разносчик информации, скажем так, да, а вот именно человек, который, как бы, скажем так, ну, обычный человек, да, у которого есть свои интересы, свой мир, свои взгляды, скажем так, на жизнь, да, и тому подобное. Так, количество друзей и подписчиков. Ой, прошу прощения, стена, следующий пункт, получается, стена, то есть это ваша лента, да, лента активности. Обратите внимание, девчонки и мальчишки, все, кто заходит, допустим, скажем так, к вам в гости на страницу, они обращают внимание на ваши классы, на что вы ставите классы. Это очень большое значение имеет девчонки и мальчишки. Почему? Потому что вот ставите вы, допустим, классы на что-то такое, что, ну, совсем никак не относится, это вы можете делать, допустим, да, там, то есть ставить лайки на, там, допустим, скажем так, посты касательно, там, кулинарии, скажем так, да, или еще чего-то там, фильм какой-то интересный. Вы можете лайкнуть это со своей личной странички, то есть об этом тоже я потом расскажу. То есть должно быть несколько страничек, как минимум 1-3 странички, да, и вот первая страничка, ваша рабочая, ни в коем случае вы там не должны, как бы, да, вот ставить, прежде чем поставить даже лайк на какой-то пост, скажем так, да, подумайте хорошо, что о вас подумают люди. То есть вы уже тут общественная личность, это ваша общественная страничка, на которой, скажем так, на которой вас будут оценивать ваши клиенты, ваши партнеры и тому подобное. Поэтому стена должна вот именно вмещать себя, размещайте статусы лучше, да, какие-нибудь хорошие рабочие статусы, но не баньте. То есть, знаете, как бы, да, миру, то есть разместили, допустим, статус, например, такого характера, вот что я, например, делаю. Я обычно размещаю, вот есть наш, получается, личный кабинет на сайте компании Reflame, да, я вот беру оттуда ссылочку и вкладываю, скажем так, в статус. То есть в основном это информация о красоте, о том, как ухаживать за волосами, да, советы экспертов, какие модные тенденции сейчас существуют в мире Reflame и в мире моды, да, то есть как бы я стараюсь как бы разнообразить, скажем так, свою страничку, и тем самым эти события появляются в ленте, да, в ленте моей активности. Естественно, человек, который зашел, прочитал, он видит, чем я увлекаюсь, он спрашивает, вопросы задает, то есть как бы вы уже себя позиционируете, как, скажем так, некий протыгательный такой элемент, да, вот на вас люди смотрят, они обращают внимание, что вам интересно и что интересно, естественно, конечно, им. Так, количество друзей и подписчиков, это тоже очень важно, да, то есть чем больше у вас друзей и подписчиков, естественно, конечно, вам это лучше, да, то есть как бы это аудитория, то есть когда вы регистрируетесь, скажем так, в Одноклассниках, да, вот, обязательно обратите внимание на то, чтобы у вас была какая-то целевая аудитория. Смотрите, заходите в гости, да, к людям, что я обычно делаю, я захожу, скажем так, к человеку на страничку, если мне нравится аватарка, скажем, да, у этого человека, опять же, видите, аватарка, я вот даже по себе сужу, что мне интересно было бы. Естественно, конечно, я сужу человека по аватарке, это первое впечатление, как же еще по-другому, скажем так, да, если мы человека не знаем, мы с ним знакомы и все такое. Только вот так. Смотрите на аватарку, смотрю на аватарку и просматриваю его фотоальбом, и если человек мне нравится, я добавляю его к себе в друзья, и человек уже как бы наблюдает за мной со стороны, за моими статусами, за моими фотографиями, какие фотографии я добавляю, какие увлечения у меня, какие группы и так далее и тому подобное, да, то есть это все, конечно, очень важно. Красивые адрес страницы, то есть вы можете как-то это оформить, да, то есть в одноклассниках есть темы, да, вот темы, например, вот как выглядит оформление, да, вот вашей странички. Можете тему себе найти, допустим, поменять, как это выглядит, то, что я сейчас объясню. Это вот лично моя страничка, да, вот именно о чем я сейчас говорила. То есть где вот видите написано «Мисс Вселенная», да, вот где корона. Почему я выбрала именно эту тему, да, потому что, скажем так, корона – это символ нашего проекта, да, скажем так, символ нашего проекта «Империя роста». И, естественно, конечно, «Империя» само за себя говорит, да, то есть это корона, величие и тому подобное. И поэтому, как бы, естественно, мне это понравилось, и я вот выбрала именно такую тему. Вот, это называется «Оформление странички», да, то есть она у вас, естественно, когда человек заходит к вам на страничку, это вот видно именно через планшет, видно, это видно через компьютер, когда вы заходите, то есть вы смотрите, да, вот какая тема. Выбирайте себе, которая вам понравится. То есть, естественно, конечно, немножечко я допустила ошибку в том, что на фотографии аватарка не должна задержать себе, то есть на вас не должно быть очков, да, то, что вас маскирует, скажем так. Но мне очень нравятся очки, я большой фанат очков, вообще аксессуаров, любых, да, и поэтому очки – это, скажем так, стиль моей жизни. И я просто… Это мы фотографировали, кстати, в прошлом году летом в Махачкале, мы ходили с девчонками на промостойку, Эльмира, Ася Ахмедова, да, то есть как бы мы ходили с девчонками рекрутировать, и такие разного характера, да, у меня фотографии в фотоальбоме, можете найти меня в «Одноклассниках» и как бы добавить к себе. Естественно, чем у нас больше будет, тем интереснее будет, конечно же. Да, то есть это у меня статус, какой у меня сейчас… Это сегодня я фотографировала, кстати, я не смогла сделать скрин экрана компьютера, но я сфотографировала и, тем не менее, разместила, чтобы вы видели, какой именно, как должна быть оформлена страничка, да, то есть ничего лишнего абсолютно. Так, это у меня личная страничка, есть у меня еще другие отдельные рабочие странички, вот. И какой у меня статус? Дорогие коллеги и друзья, приглашаю вас на свой сегодняшний вебинар, там и бла-бла-бла, в общем, ссылка, да, то есть как бы видно, что человек, как сказать, процесс работы, да, вот какой-то виден все равно. И в ленте активности, конечно, тоже свои как бы моменты, о которых я вам сказала. Так, следующее, что важно при введении личных и рабочих страничек в социальных сетях? Вести несколько страничек, да, это первое одновременно, то, что я вам говорила. Для начала, да, вы можете завести себе одну, три странички, не больше, потому что вам все-таки нужно эти странички прокачивать, раскручивать, добавлять туда фотографии и как бы, да, вот ежедневно уделять этому время. Это очень важно. Поэтому не нужно сразу 10 страничек создавать, которые у вас будут просто, как бы, да, скажем так, бездействовать. И у вас просто физически не хватит на это времени. Поэтому это очень важно, чтобы у вас было минимум страничек, да, вот, скажем так, одна-три странички, это вполне достаточно. И самое главное, чтобы вы их грамотно прокачивали. Как это делать, тоже я сейчас вам объясню. Постоянный контроль, контроль, то есть над чем? То есть вы добавляете к себе в друзья, скажем так, ваших потенциальных ключевых партнеров, да. То есть это ваши, скажем так, у меня, например, в друзьях есть Кустон Тагирова, Эльмира Исаева, Патя Ахмедова. Это все мои спонсоры, все, кто в моей команде, ключевые партнеры, да, они все у меня есть в друзьях. Естественно, конечно, мы с ними поддерживаем какую-то связь. Мы переписываемся в личке, у нас есть группа, группа «Империя роста», да, в которой мы именно, скажем так, прокачиваем все наши истории успеха, истории прихода в Арифлейм, да. То есть, естественно, конечно, будьте активны и в группе тоже. Наша вот именно общая всекомандная группа «Империя роста», даже можете ко мне зайти, посмотреть, у меня в группах она есть. Так, следующее, что у нас. Так, постоянный контроль, это я уже сказала, то есть контроль над тем, что делают ваши друзья. То есть вы лайкаете, да, их статусы, скажем так, ставите лайки на их фотографии, да, то есть на их статусы. То есть это называется прокачивание статусов, да. Таким образом, и их друзья увидят, друзья, которые у них есть в их, да, вот на их страничке, скажем так, они видят ваш статус, потому что он поставил класс. А то же самое происходит и у вас, да, то есть как бы ваши друзья увидят лайк, который вы поставили на статус, скажем так, вашего спонсора, да. Поэтому очень важно именно делать это командой, то есть прокачивать статус или фотографию, или на что вы хотите сделать акцент. Вот, следующее, что у нас, постоянное обновление группы, да, то есть вот что я сказала, вот ежедневно, это очень важно делать именно ежедневно, потому что все-таки это, ну, это работа, процесс работы, да, скажем так. Вот, постоянное обновление группы, то есть добавляете фотографии туда, да, вот именно истории успеха, то есть менеджеров, да, вот ваших консультантов, скажем так. Вот, следующее, это у нас отдельная беседа. Девчонки, мальчишки, есть что-нибудь, что непонятно, что, может быть, я как-то по-другому буду объяснять? Если есть вопросы, можете походу тоже задавать. Так, свой дневник или свой собственный блог, это тоже очень важно. Можете взять ручки бумаги и записывать для себя что-то, что покажется вам важным или интересным, или, как бы, да, вот что вам поможет в работе, новички особенно. Если есть возможность, сфотографируйте слайды, чтобы вам они остались все-таки и были по помощи, скажем так, в работе. Так, следующее, что у нас, это свой дневник или свой блог, да, то есть вы можете вести именно отдельный свой блог, ваш, как бы, да, вот, все понятно, отлично, ага, все супер, замечательно. Свой дневник или свой блог, да, то есть блог, кто не знает, наберите в Ютубе, да, но это уже отдельная тема, я не буду сейчас ее затрагивать. Блог, это вот информация лично о вас, да, то есть там сюда размещают в себя фотографии, информацию о компании, лично о вас можете. Можете создать свой личный, как бы, да, вот, блог, именно где информация лично о вас. То есть вы как личность, да, вы себя там, скажем так, опрационируете. И можно рабочий такой блог создать, да, вот у меня, например, есть рабочий блог, пока только один, но я буду создавать себе еще новый. Дневник, что с тобой представляет? В дневнике вы, чем он удобен, да, чем он хорош? Тем, что вы записываете туда, скажем так, события дня, да, то есть вы ставите дату, скажем так, и вот сегодняшнюю дату, блин, у меня плохо слышно стало. Перезайдите, пожалуйста, может быть, наладится связь, может быть, дело в связи. Вот, блог, да, выучается у нас, вот, и дневник. Дневник, то есть вы можете написать там события вашего дня, да, то есть что у вас сегодня произошло, например. Может быть, какое-то мероприятие было, да, вы можете выложить фотографии о том, какое у вас мероприятие прошло. Например, вы собираетесь в отписи, да, вот на каком-то, скажем так, очередном мероприятии, и фотографии с этого, как бы, мероприятия можете выложить у себя в одноклассниках, да, вот в ленте. Так, следующее. Постоянно обновлять информацию на страничках, а именно новости компании, да, то есть, например, компания выиграла какую-то, скажем так, какую-то грамоту, да, или какую-то премию, скажем так, что-то в этом роде. Можете выложить об этом информацию, интересные акции, да, предложения, то есть, какого характера информация должна быть, да, вот именно на страничке. Так, вот это тоже указываете, и это тоже, как бы, очень важно. Так, ошибка в работе онлайн, да, то есть, какие основные ошибки можно допустить, когда вы работаете в онлайн. Так, первое, это вести слишком... Мы же не можем говорить, что это Reflame. Конечно, само собой. Сразу не нужно прям оппозиционировать себя, как представителя шведской косметической компании Reflame, можете просто как бы себя прокручивать именно как бренд. Так, чтобы вы были интересны, прежде всего, людям, как личность, не как, вот, скажем так, ходячая реклама, да, а вот на всех фото где-то не светится. Ну да, тоже, да, тоже верно. Так, следующее, что у нас получается? Вести слишком активное репортирование, то есть, вы можете, ну, скажем так, это тоже считается ошибкой, да, то есть, когда слишком много привлекаете к себе внимания, скажем так, памяти, да, скажем так, и вас, естественно, модераторы вычисляют, и они вас блокируют. Это тоже не есть хорошо, поэтому старайтесь как бы умеренно распространять информацию, и что, например, я делаю, например, я лишний раз как бы не привлекаю к себе внимания, я добавляю к себе друзей, скажем так, в день, например, сколько происходит это? В день, например, я добавляю 30-40 человек, не больше, потому что бывает так, что как бы потом, как сказать, уже потом блокируется страничка и не дает добавить человека, да, это тоже как бы очень важно, поэтому есть ограниченное число людей, которые вы можете добавить в течение дня. То есть, вы добавляете сперва к себе друзья, потом вы пишете ему личное сообщение, что я делаю обычно, да, пишу личное сообщение приветственное, привет, например, меня зовут Айша, давай знакомиться как бы, да, что-то вот в этом роде. Ну, я в основном работаю с женщинами, с девушками, с девочками, да, то есть, именно с женским контингентом, ну, не знаю, с мужчинами не работаю, как-то у меня это, не знаю, как-то с мужчинами я пока что нет. Вот, наверное, потому что просто серьезно не попадались, а так, в принципе, можете и с мужчинами работать, это уже в зависимости от вас, да, вот, что у нас дальше получается? Нельзя, в общем, слишком быть активными, да, то есть, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание, скажем так. Так, следующая ошибка, быть пассивным в общении с ключевыми партнерами и консультантами. То есть, например, если вам, кто-то имеется в виду, например, ведется какое-то бурное обсуждение, да, вот в группе или там, допустим, какой-то на общественной какой-то площадке, скажем так, и быть там пассивным. То есть, вы должны быть активными, естественно, если в группе какое-то обсуждение идет, ну, или добавили новичка, скажем так, да, то есть, очень важно принимать там активное участие, да, как вы тоже считаетесь ключевым партнером. Следующее, нерегулярное обновление контента, то есть, когда вы неактивно ведете свою страничку, скажем так, да, не добавляете, допустим, не меняете статусы, бывает, люди, допустим, создают страничку, да, и, скажем так, они редко доходят туда, можно сказать, вообще не рекрутируют, никого не приглашают, не обновляют статусы. Это тоже не есть хорошо. Естественно, если вы беретесь за работу онлайн, будьте добры, как бы, обновлять информацию ежедневно по возможности желательно. Вот, следующее, думать, что работа в онлайн, это легко и просто. На самом деле, что хочу сказать, работа в онлайн, когда вы, допустим, полностью переходите на онлайн, скажем так, но мы, в принципе, наша команда, она работает и онлайн, и офлайн, да, в чем наше преимущество. Вот. Может, я это пропустила. В однокласснице, если вы пишите, что это Алифейн, если на какой сайте общения говорите о компании. Так, вот я пишу только девушкам один текст, присылаю где-то 10 человекам, и потом блог. Я не работаю шаблонами, что хочу сказать, я не работаю шаблонами. Я пишу от руки, то есть я общаюсь с человеком, да, вот. Интуитивно я уже вижу, что человеку интересно и как он реагирует на мои СМС, да, скажем так. Вот, следующее, что у нас получается. Может, этот, в одноклассниках я пишу, что это Алифейн. А, пишите, что это Алифейн. Ну как, да, моментами я говорю, что это компания Алифейн. Я в статусах тоже периодически это указываю, да, что, как бы, эксперты по моде и красоте, скажем так, да, рекомендуют какие-то, какие-то советы, скажем так. И я пишу, что, как бы, да, вот, выкладываю, скажем так, ссылку. И по этой ссылке человек, допустим, нажал на эту ссылку, он проходит, именно попадает в личный кабинет, скажем так, на сайт компании. И он уже читает, именно какие продукты, да, вот, скажем так, вот, например, по уходу за волосами, да, он уже читает информацию и видит, какой продукт лучше. Естественно, на сайте компании только наши продукты. И тут уже вы, как бы, человека рекрутируете на продукт, скажем так. Человек уже видит продукт и интересуется, уже пишет в личку, да, то есть, как бы, такие моменты. Вы можете скопировать эту ссылку, отправить ему в личку. То есть, естественно, не просто ступо, да, написать ему привет и там ссылку, он не пройдет по ней, по-любому. Это по статистике, да, скажем так, психологически даже человек не пройдет еще. Ему это неинтересно. Вы должны сперва поприветствовать человека, пообщаться с ним, потом предложить ему пройти по этой ссылке. Вот, что я пишу только девушкам, естественно, в общем, понятно, как бы, да. Так, все получится само собой. То есть, естественно, конечно, это тоже заблуждение, что все будет само собой получаться. Достаточно, допустим, вы создали несколько страничек, добавите туда несколько фотографий, и люди будут сами к вам добавляться. Это на самом деле не так. На самом деле, конечно, это такая же работа, как и в офлайн. И периодически нужно быть активными, да, то есть показывать, что вы активны. То есть у вас процесс работы идет каждый день. Вот, работаю, когда хочу, да. То есть, естественно, конечно, когда вы работаете, скажем так, в онлайн-режиме, да, вот, у вас должен быть свой определенный график. То есть каждый день обязательно, вот как Кустун говорит, например, каждый день хотя бы как минимум 3-4 часа работе вы должны уделять. Так, я, например, уделяю работе ежедневно где-то, да, совершенно так же и получается. 3-4 часа, ну, когда как получается. Иногда бывает ненормированный график, бывает, когда задерживаюсь тоже и дольше работаю. То есть как бы по-разному. Им не занимает времени. На самом деле, конечно, вы должны уже четко для себя понять, сколько времени именно вы будете уделять именно вашей работе. Вот, основные плюсы и преимущества работы онлайн-технологиями. То есть следующее, это получается у нас возможность строить свой бизнес на всех континентах и за пределами нашей страны, и странах СНГ. То есть тут уже имеется в виду, что вы должны четко понимать, да, что в офлайн вы все равно как бы не сможете всего этого, как бы, да, скажем так, достичь. Так, секундочку. Так, а на просторах интернета, естественно, конечно, это сделать намного проще. Потому что все-таки интернет, он всеобъемлющий, это сеть глобальная, скажем так, да, и поэтому, естественно, возможностей у вас здесь намного больше. Так, следующее, это у нас неограниченные временные ресурсы. То есть в социальной сети можно как бы там работать 7 дней в неделю и по 24 часа в сутки, да, то есть вы уже сами выбираете, что вам удобнее, когда вам удобнее и как вам удобнее. Без отрат, да, то есть вам не нужно тратиться на аренду помещения, скажем так, да, то есть когда вы работаете, скажем так, именно дома, да, вот без отрат. То есть вы не тратитесь на дорогу, на лишние как бы расходы, да, то есть дома, в принципе, удобно. Холодильник рядом, как бы, да, скажем так, в любое время пошел, допустим, покушал и дальше приступил работать. Если вы, конечно, если вы, конечно, скажем так, не семейный человек. Итак, дает быстрый старт онлайн-бизнесу, быстрый обмен информацией, то есть как бы когда в WhatsApp, да, мы общаемся даже элементарно, это очень удобно, развивает профессионализм и развивает свой личный бренд. То есть, естественно, конечно, когда вы интересны человеку вживую, и вы, допустим, даете человеку визитку, например, что я делаю, да? Так, секундочку, я вам сейчас покажу мои визитки. Так, что я делаю, например, да, вот если мне человек понравился где-то в общественном месте, да, вот скажем так, чаще всего это бывают женщины, конечно, если, допустим, мне понравился человек, секундочку, я уже вернулась. Итак, что я делаю? Я даю человеку вот такую вот свою визитку, да, то есть здесь указано, что здесь написано, IP Айша Ахмедова, здесь указан мой мобильный телефон, моя почта, так получается, одноклассники, да, и ВКонтакте, как меня можно найти в социальных сетях. Следующие у нас, получается, это Инстаграм, как меня можно найти в Инстаграме, в Скайпе адрес, да, вот именно указан. И наоборот у меня здесь написано «Мегапроект империя роста», «Бизнес-консультации», «Помощь при трудоустройстве», «Обучение онлайн-предпринимателей», да, то есть здесь у нас, у меня указан логотип наш Арифлеймовский, да, то есть именно, не то чтобы Арифлейм, да, именно нашего, нашей империи, вот. Вот, и как бы, ну, основная информация, в принципе, здесь есть. Основная информация здесь есть, и как бы, в принципе, понятно, да. Так, отвечая на вопрос, Айша, почему люди теряют интерес, когда уже в Арифлейм пишешь, что Арифлейм, хотя я все-таки все четко объясняю. А их номер не в пользу сразу. Когда как? Если с человеком, как бы, я наладила контакт, да, то есть беру сразу, почему бы и нет. Я вот, например, когда вот недавно стояла в очереди в Сбербанке, я взяла номер телефона, то есть как у нас завязался с ней разговор, да, она, у нее телефон разрядился, и ей нужен был телефон, чтобы позвонить своей сестре. И она попросила у меня телефон, я ей отдала телефон, как бы, и, в общем, на этом фоне слово-за-слово, естественно, конечно, мы разговаривали об общих темах, да, то есть там было о чем поговорить, там, как бы, очередь, пробка и все такое, холодная погода была. Вот, в общем, мы с ней обменялись телефонами, скажем так, да, вот, и с тех пор мы общаемся, и сейчас пока, ну, конечно, она мне сказала сперва нет, но я надеюсь, что в ближайшее время она, как бы, зарегистрируется. Вот. Так, вопрос, смотрите, как. Интерес пропадает, наверное, не знаю, если человеку неинтересно, не нужно, я считаю, за него держаться и, как бы, так, зацикливаться, да, на этом человеке. Если человек сказал раз нет, поставьте на него просто галочку и идите дальше, потому что все-таки время, это ваше время, оно самое ценное ресурс, да, и предлагайте, работайте только с теми людьми, кто действительно хочет, кто действительно, у кого глаза горят, как бы, да, и кто сам хочет работать. Просто лучшее время посвящать именно этим людям. А если вы интересны как человек, естественно, конечно, от вас люди не уйдут, как от спонсора, да, скажем так. Так. Поэтому очень важно развивать свой личный бренд, как в социальных сетях, так и вживую, чтобы вы всегда были интересны и вашим партнерам, и ключевым, скажем так, да, вот, и любым людям, которые приходят к вам, скажем так, из обычного мира. Так. Конечно, конечно, в один. Вот. Следующее. Развивать профессионализм и развивать личный бренд. Так. Трудности и их решения при работе онлайн. Так. Дезорганизация, получается, что это у нас? Дезорганизация в том плане, что, получается, вот вы, допустим, когда вы работаете в социальных сетях или, допустим, вообще в интернете, вы должны себе четко, как бы, давать отчет о том, что это такая же работа, как и любая другая ваша, как бы, работа. Естественно, конечно, тут вы уже сами себе начальник, тут, конечно, намного сложнее работать, потому что дома такая атмосфера чаще всего, да, когда хочется расслабиться, там, отдохнуть, лишний раз пойти телевизор посмотреть, да, такие моменты, как бы, бывают, да, поэтому тут вы уже четко должны себе давать отчет о том, что вы делаете и какое время именно вы посвящаете работе. Вот. Лично отвлекающие факторы, различные отвлекающие факторы, то есть, когда вы заходите, допустим, на одноклассники, то есть, нужно понимать, да, что, зачем вы сюда пришли, какую-то социальную сеть, да, с какой целью вы сюда зашли. Например, вы хотите зарекрутировать как минимум одного новичка в день, да, то есть, рекрутировать вы можете нескольким людям, да, а зарегистрироваться в любом случае, поставьте себе цель, чтобы была хотя бы одна регистрация. Вот. И когда вы заходите, допустим, в YouTube, да, то есть, в YouTube, например, бывают различные отвлекающие, как бы, да, вот видео, поэтому очень важно, да, чтобы у вас было четкое направление именно, зачем вы пришли в ту или иную социальную сеть. То есть, общение потом, да, то есть, если, допустим, вам пишут, допустим, ваши друзья, скажем так, нужно как бы стараться по максимуму уделять время именно работе. В рабочее время вы должны только работать. То есть, понятно, как бы, да. Вот. Следующее, получается, то у нас зависание в сети, то, что я уже объяснила, да, вот, ненормированный рабочий день, то есть, как бы, да, вот, скажем так, вы должны понимать, да, что если, допустим, общение затягивается, то есть, это как бы тоже считается, скажем так, да, вот именно ненормированным рабочим днем считается. И малоподвижный образ жизни, то есть, когда вы постоянно сидите за компьютером, скажем так, естественно, конечно, это вредно вашему здоровью и для ваших глаз, поэтому время от времени нужно, конечно, сделать себе перерыв и отвлекаться на что-то другое. Так, шесть важных советов о том, как построить график работы в онлайн. Так, первое, это у нас расписание работы, да, то есть, тут вы указываете, что конкретно, то есть, сколько времени вы уделяете именно этой работе. Во второе, это у нас обязательное составление списка дел, да, на каждый день рабочие, то есть, вы уже указываете, на сколько времени вы поработаете, допустим, в одноклассниках, сколько времени вы поработаете в контакте и так далее и тому подобное. Вот, чтобы вы, как бы, не отвлекали, да, на посторонние какие-то дела. Следующее, это у нас, получается, расставлять приоритеты, то есть, например, написали, допустим, 10 задач, да, и среди них вы выделяете именно 2-3 самых важных дела, да, и потом уже по мере, как бы, когда уже время позволяет, как бы, отвлечься на другие, как бы, дела, вы, как бы, выполняете уже менее важные. Вот, четко следуйте графику, делайте перерывы каждые 45 минут, то есть, именно для глаз, да, вот, именно, скажем так, гимнастика специальная бывает, чтобы ваши глазки не болели, очень важно, как бы, да, себе давать перерыв. И, конечно же, не забывайте про wellness, то есть, наши коктейли, да, вот, наши супы в промежутках, можете их выпивать, как бы, да, чтобы организм чувствовал себя полноценным, здоровым и насыщенным. Так, что можно еще разместить именно в социальных сетях, да, то есть, это наша стартовая программа, именно, вот, новая, да, что вышла с нового года, то есть, естественно, нужно об этом включать, скажем так, и в статусах, и, как бы, в личку, да, вот, то есть, как бы, тоже очень важная информация, то есть, люди очень любят подарки, да, как вы знаете, и, естественно, конечно, люди на это клюют, поэтому не говорите побольше именно о, стартовой программе, и, ну, чтобы людям было на самом деле, то есть, важно понимать, да, что именно, скажем так, приглашать не только на подарки, но еще и делать фокус на, именно, лидерство. Так, в принципе, на этом все. Я сказала все, что, как бы, хотела сказать. Если есть вопросы по данному вебинару, то есть, по данной теме, как именно работать в одноклассниках, если у вас есть какие-то именно личные вопросы, может быть, что-то я не затронула, что вам хотелось бы услышать, то вы можете задать вопрос, и, скажем так, я на него отвечу. Так, займитесь, последний слайд, получается, это у нас мотивирующая картинка, займитесь своим телом, своим образованием, саморазвитием, станьте лучше для себя, а потом уже будет все остальное. То есть, естественно, конечно, когда вы развиваете себя именно в одноклассниках или вообще в любой социальной сети, важно понимать, да, что все-таки на вас смотрят постоянно. И с вас многие люди берут пример, они наблюдают за вашей жизнью. И чем интереснее, конечно, вы, да, чем интересны у вас фотографии, чем интереснее у вас статус, чем интереснее вы как личность, конечно же, естественно, на вас будут идти люди. Если вы скучный, если вы неинтересный, и вы периодически не обновляете, либо, ну, почему вас, как судят, да, вот именно в социальных сетях, именно по вашим фотографиям и по той информации, которую вы выкладываете, потому что по-другому, как бы, человек вас не может понять, да. Поэтому первое, на что обращать внимание, это аватарка ваша самая главная, да, и какие у вас фотографии именно в социальных сетях выложены. Так, в принципе, на этом я уже все. Если есть какие-то вопросы, можете задавать. Если нет, то давайте прощаться. Пожалуйста. Так, не за что. Вам спасибо огромное, что вы зашли, послушали. Надеюсь, все-таки я была вам чем-то полезна, чем-то интересна. Пожалуйста. Самое главное, чтобы вы что-то для себя взяли с этого вебинара и использовали это на практике. Еще такой вот вопрос, да, вот именно к аудитории. Какую бы вы хотели услышать тему на вебинаре в следующий раз, да? То есть давайте небольшое такое голосование проведем, да, чтобы вам интересно было послушать. Я вам предлагаю, например, провести такой вот вебинар касательно именно продуктов. Да, то есть такой продуктовый вебинар, чтобы для новичков, да, вот, наверное, больше о каждом продукте рассказать. Я начала не услышала. Спасибо. В социальных сетях вы свои личные фотографии выставляете. Да, это, кстати, очень важно. Что хочу сказать, да? Фотографии личные или картинки. Желательно, чтобы эти были личные картинки, потому что вы себя продвигаете все-таки как бренд, да, как лицо компании. Поэтому очень важно, чтобы фотографии были именно ваши, и желательно, чтобы они были хорошего качества, не просто там, допустим, фотографии с какой-то сфотографированной, да, там, ужасного качества или такого характера, который вообще не относится к работе, а вот именно такого делового характера, чтобы действительно, ну, старайтесь, в любом случае, чтобы фотографии были хорошего качества, и желательно ваши. Пусть это будет 2-3 фотографии, но качественные. Хорошо бы и про продукт услышать, и как его правильно преподнести. Ага, замечательно. Значит, тогда следующий мой вебинар будет именно посвящен теме продуктов, и как бы, как с этим работать. Я, кстати, тоже провожу мастер-классы, такой момент есть именно в способах рекрутирования, да, вот как я именно рекрутирую. Я приглашаю домой на мастер-класс и провожу мастер-классы именно комплексного входа за кожей лица. Хотите, могу, например, какую-то тему провести, именно как, например, вот на Вэйдж, да, вот серия, что о ней можно рассказать, да, вот серия, например, Экологен, что можно о ней рассказать в выгодном таком красивом свете, чтобы человеку захотелось купить, скажем так, да, и тому подобное. В общем, если есть идеи, предлагайте, я только рада буду. Кто начало не слышал, будут записи, да. А доступ в данном случае вы закрываете к своей странице, чтобы было доступно только друзьям. Нет, у меня страничка открытая, ни в коем случае не нужно закрывать страничку. Да, спасибо огромное, спасибо огромное всем. Спасибо огромное вам тоже. Вот, самое главное, чтобы, как бы, да, вот, нет, закрывать ни в коем случае не нужную страничку, потому что к вам должны люди заходить, оценивать вашу работу и так далее, и тому подобное. Все, тогда, наверное, если на этом, как бы, вопросы закончились, туда будет, да, запись будет обязательно. И как избавиться от первых морщин после 30-ти? Угу, тоже, я думаю, что интересная тема. Если есть какие-то еще предпочтения, можете задавать, спрашивать. Последний вопрос, вы загружаете какие-нибудь фотографии из Алифлейн? Да, я загружаю мотивационные фотографии, фотографии именно вот про стартовую программу, да, то, что я вот рассказывала, то, что у нас для новичков пошла стартовая программа. Ну, в основном, как бы, да, вот мотивационные, личные фотографии такого рабочего характера. Так, уход за лицом в возрасте от 25 до 35. Да, замечательно будет. Я думаю, что продуктовый вебинар у нас еще, вроде, насколько я знаю, не проводился еще, поэтому я думаю, буду первая. Так, у вас красивое лицо, расскажи следующий раз, чем вы так пользуетесь. Спасибо огромное. Я пользуюсь нашими продуктами, только нашими продуктами, да, на данный момент я стала пользоваться с лицами по уходу за кожей лица, именно True Perfection. Если вы слышали, True Perfection – это именно серия для 25-летнего возраста, 25+, мне еще нет 25, и тем не менее, как бы, я читала о том, что можно использовать серию на 1-2 года выше, да, старше. Самое главное, чтобы это было эффективно, как бы, да, и работало. То есть серия, которая для молодой кожи, о 14+, это у нас получается, если не ошибаюсь, Skin Pro серия, да, то есть в ней нет именно, вот, скажем так, крема для кожи вокруг глаз, а это очень важно, когда появляются первые мимические морщины, скажем так, да, поэтому, естественно, конечно, именно в этой серии я нашла, ну, самый ранний возраст, да, для раннего самого возраста именно крем для кожи вокруг глаз, поэтому, естественно, конечно, попробовав его несколько раз, я уже сразу увидела результат, и мне очень нравится именно этот продукт. Сейчас я пользуюсь именно этим. Несколько раз в неделю делаю маски. Ну, это об этом, конечно, в другой раз, сегодня уже другая тема у нас была, поэтому всем огромное спасибо. Вот, и как бы вот так вот. Вам спасибо огромное. Всем пока. Всем спасибо. Спасибо огромное. Вам тоже. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok